Здравствуйте дорогие друзья! Я рад приветствовать вас в нашем новом видеокурсе о динамических блоках. Да и о блоках вообще в автокаде. Итак, мы не будем долго говорить о вступлении и так далее. Сразу перейдем к делу. Во-первых, давайте с вами сразу разберемся, что такое вообще блоки в автокаде. Если вам это не понятно или вы этого не знаете, я сейчас об этом расскажу. Итак, блок в автокаде у нас представляет собой собранную в единая часть каких-то примитивов, либо моделей наших, которые объединены в одну общую часть. Сейчас я это покажу вам на практике, чтобы было понятно. Предположим, у нас есть какая-то модель, например, вот такая. И эту модель мы часто используем на чертеже. Мы можем объединить ее в блок. Как это делается? Вот здесь вот в классическом интерфейсе есть две кнопочки. Это вставить блок и создать блок. Мы нажимаем на создать блок, и перед нами появляется вот такое вот окошко. Для начала мы должны ввести имя блока. Блок 1. Дальше, какие опции у нас здесь еще есть? Базовая точка. Я думаю, все знают, что такое базовая точка. Если не знаете, повторюсь, базовая точка это точка, за которую мы будем с этим блоком работать в дальнейшем. То есть вставлять его, передвигать и так далее. Так, значит у нас здесь мы можем ее указать на экране, то есть на самом объекте где-то, в любом месте. Обычно это берется какой-то угол, либо какая-то часть нашего объекта. Либо мы можем задать эту точку в координатах. То есть можем нажать так указать. Нас попросят автокад указать эту точку. Мы нажмем какое-то место и получим координаты этой точки. Значит, дальше объекты. Мы также можем указать на экране, либо можем выбрать объекты. Так, либо вот здесь мы можем сделать быстрый выбор. И с помощью быстрого выбора выбрать какие-то объекты. Как работает быстрый выбор, я уже говорил, в базовом курсе, в практике. И на сайте AutoCAD Help.ru я писал об этом. Так, значит выбрать объекты. Ну самое удобное это указать на экране. Дальше, здесь существует еще три опции. Это выбранные объекты мы оставляем как есть. То есть обычными примитивами в данном случае. То есть это останется окружность отдельно и четыре отрезка. Либо сразу их преобразовать в блок. То есть уже это будут не просто примитивы, а готовый блок. Либо вообще удалить его. Что значит удалить? А когда мы выберем вот эту вот опцию удалить и укажем окружность нашу и четыре отрезка в виде объектов для блока, то вот это то, что у нас сейчас нанесено, оно пропадет. А блок останется у нас в памяти этого чертежа. Но мы ставим преобразовать в блок, по умолчанию вставляем. Так, дальше. Поведение аннотативный. Это придать аннотации блоку. Что такое аннотации смотрите в курсе соответствующем. У меня есть курс про аннотации. Если нет, можно здесь справку почитать. Так, дальше значит оставить одинаковый масштаб. Это значит, что мы не сможем менять масштаб этого блока по осям. То есть оси будут у нас закреплены друг за другом. И вот здесь вот галочка. Можно будет этот блок расчленить в дальнейшем или нет. С помощью вот этой вот кнопочки это делается. То есть в дальнейшем блок у нас будет как единое целое. И чтобы нам его преобразовать обратно в составляющие элементы. В данном случае окружность и наши отрезки. То мы его можем расчленить. Вот как раз за это отвечает эта галочка. Дальше идет настройки. Блок случайно нажал. Случайно на Escape нажал. Сейчас я все это верну обратно. Так, все вернулось. Дальше у нас идет блок настройки. Вот здесь вот. Единицы блока. В каких единицах измерения будет измеряться наш блок. И здесь есть один очень важный момент. Если блок мы сейчас зададим, допустим, в миллиметрах. А чертеж какой-то у нас будет по умолчанию создан в дюймах или футах. И так далее. То есть в других измерениях. То при вставке этот блок будет преобразован в те единицы измерения. В которые присутствуют на чертеже. Вот. То есть не совпадающим с единицами измерения чертежа. Поэтому на этот пункт обращайте внимание. Здесь вставляем, значит, миллиметры. И возможность вставить в этот блок гиперссылку. То есть наш блок будет в виде гиперссылки. Это значит, что нажав Ctrl и щелкнув по этому блоку, у нас откроется браузер. И мы перейдем на какой-то сайт, либо на какой-то документ, или в какую-то папку. Вот. Здесь мы можем выбрать файл, веб-страницу. То есть можем ввести имя файла, который находится где-то на компьютере. Либо веб-страницу из интернета. Также можно использовать вид из этого чертежа какой-то. Нажав на блок, например, у нас перенесет на лист. Либо адрес электронной почты. То есть понравился какой-то блок, и там есть адрес автора этого блока. Вы держите Ctrl, нажимаете мышку, у вас открывается окно для отправки электронной почты. Так. Значит, здесь мы гиперссылку вводить не будем. И здесь у нас еще присутствует описание. Так. Здесь мы вводим какое-то описание. На свое усмотрение. Описание не обязательно вводить. Но для информативности можно ввести какие-то данные по этому блоку. Например, автора. Что этот блок из себя представляет, для чего нужно и так далее. И здесь еще есть галочка «Открыть в редакторе блоков». Но в редакторе блоков мы будем говорить в следующем уроке. Редактор блоков создан в основном для создания динамических блоков, о которых речь пойдет дальше. Поэтому эту галочку мы пока снимаем. Нажимаем «Окей», выбираем объекты, нажимаем «Энтер» и у нас получается вот такой блок. Видите, в чем отличие блока от отдельных элементов? То есть, наш блок стал единым целым. То есть, за одну ручку мы переносим весь объект. Так, у меня сейчас режим «Орто» еще включен. Я вот включу, чтобы блок у нас мог переноситься по всем направлениям. Вот. У нас получился единый блок. Это как раз и есть блок. Мы его сейчас удалим здесь. Теперь. В этом чертеже, у нас сейчас он пустой, чертеж один, но в нем содержатся блоки. Для того, чтобы их вставить, есть значок «Вставить блок». Мы на него нажимаем, появляется вот такое окошко, в котором есть имя блока, которое мы уже задали. То есть, блок один, он здесь есть в памяти. И кнопка «Обзор». Мы можем блок выбрать из каких-то чертежей. Предположим, у нас в другом чертеже есть какие-то нужные нам блоки. Мы нажимаем «Обзор», выбираем чертеж и AutoCAD нам предоставит выбор блоков из того чертежа. Теперь по вставке. Здесь то же самое, как мы создавали блок. Есть несколько вот таких вот блоков. Это точка вставки, масштаб и угол поворота. Точка вставки. Оставляем галочку «Указать на экране» либо вводим координаты свои. Точка вставки будет соответствовать нашей базовой точке, которую мы выбирали при создании блока. Поэтому здесь оставляем галочку. Масштаб. Мы можем задать здесь масштаб. Например, поставить равные масштабы и задать здесь цифру 5. У нас будет в 5 раз больше наш блок вставлен. Дальше, значит, угол поворота. Этот блок отвечает за то, как будет вставлен наш блок. То есть, под каким углом. Оставляем 0. Единицы измерения у нас миллиметры, которые мы задавали. И здесь можно еще поставить галочку «Расчленить» или вставить как блок. То есть, если мы вставим «Расчленить», вот у нас в 5 раз больше получилось. И видите, у нас блок вставился просто как отдельные элементы. Либо, если мы здесь галочку «Расчленить» убираем, вставляем. Масштаб там у нас 1 к 1 вставился. У нас вот этот блок вставился как единое целое. То есть, как блок. Вот так вот работают блоки. Еще хотелось бы отметить, применение этих блоков – это очень полезный инструмент для автоматизации работы, на самом деле. Потому что с помощью этих блоков можно в разы увеличить скорость вашей работы. Давайте, например, с вами какой-нибудь чертеж откроем. Точнее, не чертеж, а из центра управления. Так, сейчас, секунду, найду его. В центре управления, в автокаде, уже в стандарте, при установке, устанавливается библиотека готовых блоков. Вот здесь есть папка «Sample», «Dynamic Blocks». Например, архитектурную метрику выбираем. И здесь все то, что находится на чертеже. Я думаю, вы с центром управления знакомы. Щелкаем два раза на блоки. И вот здесь вот у нас нам автокад предлагает выбрать какой-то блок. Например, выберем дверь метрическую. Два раза на нее щелкаем, вставляем. Вот у нас там сзади уже он крутится. Вставили. Вот эта вот дверь, она представляет собой динамический блок, не статический. Смотрите, что можно с ней делать. То есть, обычно в помещении присутствуют разные типы дверей. По длине, по ширине, по глубине и так далее. Создав динамический блок, мы сможем каждый раз... Нам не нужно будет вставлять дверь. То есть, не нужно будет каждый раз даже копировать, вставлять ее, изменять размеры. С помощью динамических блоков мы просто берем, выбираем нужную нам дверь, нужной ширины, нужное отражение, открытие градусов и толщину стены. И получаем уже готовую дверь. Вот так работают динамические блоки. И я думаю, вы можете сами представить, как это ускоряет работу при создании больших чертежей. Например, нужно вставить 100 дверей на какой-нибудь план этажа. Чтобы сделать это вручную, это не одни сутки потребуется, чтобы вычертить каждую дверь. Создав один раз динамический блок, буквально там за несколько минут можно будет расставить все эти 100 дверей. На этом данный урок по вводной, по статическим блокам заканчиваем. Со следующего урока начнем уже работать с динамическими блоками, а также с редакторами блоков.